Ребята, привет! Катя на связи. Это снова я. Я вернулась. Я вернулась с экспериментом 52 привычки за год, то есть одна привычка неделю от Брэд Блюментель. Прошлую неделю, к сожалению, я пропустила всё, потому что полумарафон «Белая ночь» выжил из меня все соки, а потом ещё навалилась работа, как она обычно и бывает перед самым отпуском, почему-то больше всего работа. В общем, у меня не хватило ни сил, ни времени заснять и смонтировать видео. Точнее, дело было так. Видео, конечно же, я сняла во вторник и в среду и собиралась его в четверг утром выложить, но в четверг утром я проснулась и поняла, что, во-первых, видео снято плохого качества, во-вторых, ну какая привычка в четверг утром, когда больше половины недели уже прошло. И поэтому я спряталась под одеяло и решила, что ничего я выкладывать не буду, ну и, конечно же, я была не права, что я вас не предупредила и не опубликовала пост. За это прошу меня простить, в следующий раз обязательно буду предупреждать. Ну, хватит вводных слов, переходим к делу. Сегодня мы будем разбирать девятую главу Брэда Блюментеля из её книги и бороться с нерешительностью. О чем же пишет Брэд в своей книге? О том, что каждый день мы вынуждены принимать десятки, сотни тысяч решений. Бывают решения простые, бывают сложные. И не все решения даются нам с одинаковой лёгкостью. Над какими-то решениями, даже простым решением мы можем зависать часами, иногда днями. Вот этот процесс, анализ принятия решений может высасывать из нас все соки, какие только можно, все силы. И даже приняв, возможно, правильное решение, как нам кажется, мы не испытываем удовольствия, так как мы столько сил и энергии на это потратили, что это становится просто бессмысленно. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот в каждой такой ситуации, когда мы пытаемся сделать выборы, мы очень сильно зациклены на правильности, на неправильности. Мы боимся совершить ошибку. Нам кажется, что вот сейчас, если мы скажем, это уже будет высечено на камне, и мы не сможем как бы изменить свои слова, взять их обратно. Можно перевыбрать, пойти к другой стороне, вернуться обратно и свернуть налево, вместо того, чтобы сворачивать направо. Мы всё время ждём гарантии. Нам хочется точно вот знать гарантированно на 250% то, что мы сейчас примем решение. Оно будет абсолютно правильно, мы об этом не пожалеем в будущем. И вот всё будет чики-пуки. А так оно не бывает, потому что гарантий нет. И по сути, как пишет Брэд Блюменталь, когда мы сильно очень зациклены на правильности, неправильности, мы по сути лишаем себя сюрпризов, приключений, того неожиданности, который нас ждёт в будущем. А без приключений жизнь неинтересна. Тогда, когда мы зациклены на выборе, мы фактически не то что себя отказываем от приключений, мы себя отказываем в жизни. Мы как бы стоим на месте и никуда не двигаемся. И если подумать, то вот по сути все наши решения, которые мы принимаем сейчас настоящие, это звенья одной цепи. Но эти звенья соединятся где-то там в далёком будущем. И возможно даже не через месяц, может быть через год, может быть через несколько лет. Мы только увидим вот эту единую цепочку, все эти звенья по отдельности, и поймём, какое решение привело нас к тому будущему, в котором мы сейчас есть. Эту респективу можно сделать только через несколько лет. Даже Стивс Джобс в своём видео, знаменитом в Стэнвордском университете, говорил об этом, что все решения, которые он принимал и события, это звенья одной цепи. И только в будущем он понял, куда они его привели и перестал жалеть о тех событиях, которые с ним случились. Так что время задуматься. Итак, что же советует Брэд? Брэд советует так, что всю эту неделю мы, во-первых, будем слушаться свою интуицию. Не будем проводить глубокий, длинный анализ, взвешивая доводы за и против, а по большей степени полагаться на свою интуицию, так как внутри себя, в своём подсознании, мы уже знаем, что нам важно и интересно, и мы, мне кажется, внутри себя уже природой настроены на приключения. Поэтому не стоит себя сдерживать и ограничивать, и стоит полагаться на внутреннее чутьё, когда мы принимаем решение. Это первое. Второе. Это не забывать о своих ценностях. Представим, что вы на обеде, пошли в кафе с коллегами. И тогда, когда вы изучаете с аппетитом меню, стоит вспомнить о своих ценностях, а не только слушать то, что выбирают ваши коллеги и их предпочтения. Вспомните о том, что хотите вы похудеть или нет, хотите вы вести здоровый образ жизни или нет, хотите вы отказаться от сладкого, жирного и переключиться, возможно, на фрукты и овощи. Вот в такие моменты стоит вспомнить о том, что же вы хотите, какие ваши ценности, за что вы будете себя уважать и, полагаясь вот на это, делать выбор. Отключиться от внешнего мира и не дать ему возможность повлиять на ваше решение. Это второй пункт. Третий пункт, самый, мне кажется, очевидный. Если вам очень тяжело принять какое-то решение, стоит себя ограничить по времени. Что это значит? Это значит, что если вам нужно выбежать на работу через полчаса, и вы никак не можете определиться, в чем же вам пойти в офис, ставите таймер на 5 минут, и за эти 5 минут, если вы ничего не сможете выбрать, берете первое, что попалось вам под руку. Да. Один день вы, возможно, придете неряшливо. Но зато вы научитесь принимать решения быстро и не растекаться на полчасовые думы, что же вам одеть, в чем же вам пойти. Надеюсь, вы поняли мою мысль. И последнее, что я уже говорила в вводной части, о чем пишет Брэд, о том, что забыть на время о правильности, верности и неверности. Забыть о всех этих критериях и думать о том, что любое решение, любой выбор — это приключение. И жизнь, мы живем только одну единственную. И есть такая цитата, которой нет было в книге, которую я смутно помню, о том, что жизнь — это большое приключение. И если вы заперлись в квартире и не даете себе наслаждаться приключением, то фактически вы лишаете себя жизни. А это, мне кажется, очень плохо. Итак, мой план на внедрение. Отчасти у меня эта привычка есть. Не все решения даются мне одинаково легко. Что-то где-то я действительно ограничиваю себя по времени, стараюсь включать свою интуицию, ценности. Но где-то я могу просиживать просто не то, что там минуты, часами, днями ни на что не решиться и так себе выжить, что уже любое решение, которое я принимаю, не приносит мне никакого удовольствия, и я это делаю на автопилоте. Поэтому, что я включила в свой план? Первонаперно я решила еще раз перечитать все свои ценности. Поскольку сейчас довольно тяжелый начинается период времени, когда очень много тренировок, работы, проекты, связанных с ютубом, и вот во все вот в этих суете, в списках дел я порой забываю о том, куда я бегу, что для меня важно. Свои принципы, правила, вот все то, на что я полагаюсь в обычной жизни, когда нету суете. В суете это забывается, наслаивается задачами, планами, событиями, впечатлениями и теряется. И поэтому эту неделю я решила, во-первых, быть более сконцентрированной, сфокусированной в тех моментах, когда я принимаю решение, а во-вторых, стараться, если не каждый день, то через день перечитывать свои ценности и держать их под рукой, чтобы в любой удобный момент, когда есть возможность, еще раз на них заглянуть и понять, бегу ли я правильным курсом или нет. Это первый пункт. Второй пункт. Мне понравилась идея Брэд о том, чтобы лимитировать себя по времени. Когда-то давно я уже играла с собой в такой эксперимент и пыталась ограничить себя по времени. И помню, что результаты были, по-моему, весьма неплохие. Мне удавалось сэкономить уйму времени. Поэтому всю эту неделю я решила опять внедрить это правило и стараться себя контролировать. Мне не очень нравится идея, что любой вопрос надо решить за какой-то вот четко обозначенный период времени, поскольку вопросы бывают разные, разные уровни важности. Какие-то вопросы, ну действительно, нет смысла на них тратить время, что одеть, что покушать, куда пойти. Какие-то вопросы, наоборот, требуют внимательности о том, чтобы потом не жалеть о принятом решении. Это как ответить на письмо на работе, какое принятие решения в каком-то сложном, опять же, рабочем вопросе, куда поехать в отпуск. Я думаю, что вы понимаете, что между тем, что надеть и куда поехать в отпуск, все-таки это два типа вопросов из разных весовых категорий. Поэтому я не буду вводить какие-то категории, но четко хочу себе обозначить, что когда передо мной стоит какой-то вопрос, вот всю эту неделю я до того, как я сажусь думать и принимать решение, я четко для себя решаю, сколько времени я готова потратить, выделить на решение этого вопроса. Ставлю себе таймер и по звонку этого таймера решение должно быть у меня в голове. Либо буду принимать первопопавшееся решение, которое есть. И последнее, что я хотела, этого не было у Брэд, но пока я писала этот сценарий, думала и планировала эту привычку, мне пришла идея, что, возможно, это будет интересно. Вот Брэд пишет в своей книге, что мы каждый день принимаем тьму-тьмущие решения. И у меня в целом, я с ней согласна, и у меня такое же внутреннее ощущение, что каждый день действительно сотни, иногда тысячи каких-то мелких решений, мы даже об этом не задумываемся, куда мы тратим свое мыслетопливо, на какие проблемы и вопросы. И мне хочется не всю неделю, мне кажется, всю неделю я не продержусь, но вот точно выделить какой-то один день и в течение этого дня вести дневник и записывать все вопросы, вот все-все-все-все-все-все-все решения, которые я приняла за этот день, чтобы понять вот действительно какой объем. Сюда будет входить все. Да, встать или пойти полежать. Да, почитать, либо посмотреть телевизор, что съесть на завтрак. Вот вы все-все-все-все, все, что вопросы, которые я задаю внутри себя и жду ответов, жду решений, будет идти в этот список. И к вечеру мне интересно посмотреть, какое количество получится. Не знаю, перевалит оно за сотню или нет, или там даже тысячи наберется. В общем, мне просто стало любопытно, и я хочу попробовать. Надеюсь, что я все-таки, как-то сказать, не сорвусь, да, и смогу продержаться один день и записывать все-все-все-все принятые решения. Вот такой вот у меня план. Пишите обязательно в комментариях, проходили вы эту привычку или нет. Я знаю, что я пропустила неделю. Возможно, вы эту привычку уже внедрили на этой неделе. Мне будет интересно ваше впечатление, как обстоят дела у вас с нерешительностью, какой у вас был план на внедрение, и что в итоге через неделю вам удалось получить. Я же побежала снимать вам отчет по медитации, и еще сегодня тьмать мущий дел. Я же все-таки в отпуске, и хочу за отпуск успеть вам снять много-много видосиков. Не скучайте. Пока-пока. А, и да, и не забудьте сделать сегодня что-нибудь космическое. Помните об этом. Пока-пока.